Я Ницше подбросил огня в мой внутренний котел, я прочитал его на втором курсе, так говорил Заратустра, и заболел просто настоящей философией. И уже в середине обучения на Фистехе я стал конченным философом, потому что в то время в Советском Союзе, это 70-е годы, когда я учился, то есть философия была одним из немногих окошек. Вторым окошком для меня была бардовская песня и поэзия. То есть я отчаянно посещал все слеты КСП, концерты. Вот так мы и выживали. Ну, еще и впоследствии к этому прибавилось в начале 80-х трансперсональное подполье. Когда я, в конце концов, после Фистеха поступил в аспирантуру Института философии, в том же 80-м году встретился с московскими трансперсонологами. Вот тогда я стал думать после прочтения первой книжки Грофа, что я подпольный, тайный, трансперсональный психолог. Потому что вот через Грофа я увидел, на какой большой глубине закопаны ключи от клетки, в которой мы сидим. И какая громадная работа предстоит всем, кто хочет развиваться, освобождаться и прожить жизнь на всю катушку, раскрыть все, что можно раскрыть в этой жизни. И после перестройки, личной встречи с Грофом, обучения у него трансперсональной психологии и холотропному дыханию, я стал с успехом вести семинары на эти темы в России. И стал думать, что я, наверное, еще и продуктивный ведущий. Смотрите, сколько идентичности у меня сменилось за это время. Я мог бы назвать себя человеком, который всю жизнь занимался тем, чем он никогда не думал заниматься. Я никогда не думал, учась в начале физтех, что я буду философом. Я никогда не думал, что я тем более буду трансперсональным психологом. В 1982 году я встретился с Далай-Ламой, получил свои первые буддийские посвящения от него, был на его учении в трехдневном Бурятии. И стал заниматься серьезными духовными практиками. Затем я обучился у Грофа, стал вести семинары на темы трансперсональной психологии и холотропного дыхания. Я никогда об этом не мечтал даже, о том, что вот моя судьба сложится в этом направлении. Ну, естественно, мне очень захотелось, чтобы с книгами Грофа познакомились россияне. И так на свой страх и риск я занялся издательским делом. Издал первую книжку Грофа «За пределами мозга». К счастью, она имела успех, и я стал продолжать. К настоящему времени более ста книг изданы, в том числе первый книг, пять книг Кена Вилбера, почти весь Гроф, весь Минделл и много других шедевров. И я, конечно, никогда не думал, что я стану кинорежиссером. Никогда. Не было у меня таких мыслей. Ну да, я всю жизнь играю на гитаре, пою песни, интересуюсь искусством. Ну, в общем-то, как любитель, как многие занимаются этим. Но стать кинорежиссером, боже упаси. Я все-таки человек, который занимается серьезными вещами, наукой, духовными традициями, занимается введением семинаров, серьезной трансперсональной психологией, психотерапией. И привело меня к кино знакомство и дружба с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым, нашим очень известным телевизионщиком, тот человеком, который сделал, собственно говоря, новое телевизие во времена перестройки. Программы «Взгляд», «12 этаж» и, в общем-то, все лучшие телевизионщики – это его ученики. И Сагалаев, по-моему, в 2005 году прочел мою книгу «Трансперсональная психология». Он нашел меня через Якова Маршака. Мы стали общаться и очень быстро подружились. И затем Эдуард Михайлович сказал, Володя говорит, давай мы снимем серию фильмов вот обо всех этих делах, которыми ты занимаешься. И когда он узнал, что я еду в 2006 году на семинар Грофа в Ирландию, он сказал мне, попроси Стэна, можно ли мне приехать с командой, чтобы снять фильм о нем и о голотропном дыхании. Гроф разрешил. Вот так мы поехали с командой Сагалаева в Ирландию, стали снимать материалы, беседы с Грофом. И потом досняли на моих семинарах много материала. И я был консультантом научным формально этого проекта, а не формально, но личным помощником Эдуарда Сагалаева. Консультировал по всем важнейшим темам, включая психологические отношения и так далее. И через пару лет появился первый фильм в серии «Мистические путешествия» с Эдуардом Сагалаевым. Он был о Грофе и холотропном дыхании. Прошел на канале ТНТ. С большим успехом его показывали несколько раз. Просмотрели десятки миллионов людей. Фильм был прекрасный. Он и сейчас прекрасный. Но меня многое не устраивало. Особенно то, что ни одни из принципиальных замечаний, которые сделал я и сделал Гроф, им на предпросмотр посылали, не были учтены телевизионщиками. Они просто не врубались. Зачем это нужно? И вот тогда у меня и возникло понимание и решение внутреннее о том, что вот следующий фильм я буду снимать сам. Привет, Олеся. Олеся Евтеева здесь. Как раз со-режиссер фильма «Сад душ». И моя просто... Не то, что правая рука, а со-режиссер вот первых трех фильмов. Но сейчас мы до этого дойдем. Я дам краткий обзор. И мы, конечно, вот с Агалаевым эту историю тоже до конца довели. Было снято всего шесть фильмов в мистических путешествиях с Эдуардом Сагалаевым. Об индийских гуру, о Варанасе, о Оптиной пустыне и Святых Руси, о художнике Ханс Руди Гигере. Мы снимали фильмы. Очень хороший, успешный фильм. Это яркое, новое слово. Но! Но в них не хватало того, что видел я. И то, что невозможно было мне передать телевизионщикам, даже самым шикарным. Вот в команде с Агалаевом вначале работал Александр Расторгуев. Потрясающе, покойный уже. Потрясающий режиссер с мощнейшим экзистенциальным видением и невероятным художественным мышлением и языком. И вот я принял решение снимать свой фильм, как я его назвал сам. И в 2010 году как раз совпали светила, появилась возможность благоприятная для этого. Потому что в 2010 году я проводил 17-й Всемирный трансперсональный конгресс в Москве. Я был его главным организатором. И пригласил всех ведущих трансперсональных мастеров, включая Станислава и Кристину Гров, конечно. Ряд духовных учителей, выдающихся мастеров искусства духовного, в том числе Алекса Грея. И выставка была Алекса Грея в 2010 году. И пели замечательные люди, включая Сильвию Накаш, мастера йоги звука. И я снял там первые 9 интервью. Мне помогал тогда, в этом деле, молодой Кос, тогда еще не режиссер. Он тогда вот ходил на мои семинары и уже начинал учиться на режиссерских курсах. Он познакомился с Сагалаевым, и тот помог ему, подсказал, вернее, как дальше развиваться в том направлении, в котором Кос хотел. Вот и Кос уже тогда снимал любительские вещи, ну и то, что нужно по учебе. У него были уже хорошая команда операторов. И вот он мне тогда помог снять как раз первое интервью со звездами. С Грофом, с Алексом Греем, с братом Дэвидом Штандлем Растом и рядом других очень известных людей, которые приехали на как раз на наш 17-й Всемирный Трансперсональный Конгресс. И я стал доснимать в России, за рубежом, используя все возможности, которые подворачивались. И через некоторое время было уже большое количество первосортных интервью, и нужно было монтировать. И вот я стал это монтировать с хорошей командой, которую порекомендовал мне тот же Кос. Прошел год, но ничего не получалось, ничего не изменилось. Те варианты, которые мне давали опытные режиссеры, которые много работали на телевидении, меня не устраивали совершенно. я сменил вторую команду. И опять, опять ничего не получилось. И вот в момент, уже прошло два с лишним года с 2010-го, нет, даже четыре года прошло, извините, шел 2014-й год. И Кос сказал мне, у меня появилась одна сотрудница, она приехала из Вьетнама, молодая, но очень четкая, тонкая. И если она согласится, если ей будет интересно, то, ну, я думаю, что это будет лучший вариант. Вот так Кос познакомил меня с Олесей. Совершенно юная девчонка, 22 лет, по-моему, тогда, только кончила, 10 лет жила во Вьетнаме, в Азии, ездила, училась за рубежом киноделу, монтажу там и многим другим вещам, блестящим английским. Олеся посмотрела быстро материалы, меня тогда восхитила и быстрота ее работы, оперативность и такое независание, то есть такая очень, как порхала она, как калибри по материалу. И сказала мне, да, я, говорит, мне это интересно, я берусь за это дело. Мы обсудили черновой план фильма монтажный, я сказал свою идею, рабочее название фильма было, что такое просветление, наука, искусство, духовность. И буквально через некоторое время, через, я думаю, пару месяцев, Олеся отсмотрела около сотни часов материала, это само по себе большая работа на английском языке, и черновой вариант фильма был готов. Я посмотрел, и я был восхищен, потому что это отражало мое видение, то есть не было вот таких диссонансов, противоречий, то есть необходимо было только кое-что уточнить, ну это был черновик, внести какие-то акценты дополнительные, кое-что перемонтировать, ну это, собственно говоря, была работа уже популировки готового шедевра. Вот так вот буквально за 3-4 месяца первый фильм был завершен наконец-то. Вы представляете, 4,5 года топтания на месте, хождение кругами, растраты больших, в общем-то, средств, и за 4 месяца с правильным человеком, правильной командой, Кост тоже консультировал, проект просто вот расцвел и вырос. И состоялась премьера в открытом мире, и затем я показывал фильм. Поначалу в России, в разных городах, я ездил с семинарами, везде были очень теплые приемы, кое-где в больших пространствах, в кинотеатрах, а потом, когда мы перевели на английский язык, появились субтитры, английский, а потом уже появились сейчас на шести языках субтитры, исключая китайский. Я показывал этот фильм в Европе, в нескольких столицах, в Америке, на трансперсональных конференциях, везде был большой отклик, положительный отклик. Фильм в интернете вы можете найти окончательное название «Танец бесконечности». И главное послание этого фильма это что такое мастер, в чем тайна, мастер именно вот с заклавной буквы в высоком булгаковском смысле слова, тайну мастерства. Это знание реальности, прежде всего. Мастер – это тот, кто знает реальность и выражает ее или показывает пути. Это разные виды мастерства, артистическое мастерство, мастерство учителя, то есть проводники к реальностью. В духовных традициях это мастера те, кто знают истинное состояние свое. В науке это те, кто знают, что такое мир. В искусстве это те мастера, которые в контакте с источником красоты и проявляют красоту через свое творчество. И поэтому там мастера искусства, мастера науки, мастера духовных практик, мастера современной передовой психологии и психотерапии делятся своим открытием внутреннего мастера, путей и тех препятствий, которые мешают нам этого мастера открыть. Вот о чем этот фильм. Я показывал этот фильм и обратил внимание, я просмотрел его и при монтаже много раз, и когда показывал, ну не меньше 50-60 раз. И вы знаете, это один из очень немногих фильмов, которые я сам могу смотреть бесконечно, много раз. И я пытался разгадать, почему мне самому этот фильм не наскучил. Ну вроде бы, все знаешь. А вот оказалось, что когда герои фильма мастера, то каждый раз, когда ты смотришь фильм, ты видишь разные грани, разные аспекты мастерства проявляются. Они никогда не доедают. Это как свежий источник, родник, который плещет всегда. И каждое слово, каждое проявление, это живительная влага. И вот при монтаже тоже сложности были большие, но в конце концов, вот вы, если посмотрите этот фильм, увидите, что вот из длинных порой интервью, некоторые интервью там были от получаса до полутора часа, выбирались вот самые звездные части. Там, где мастер выражается не только на уровне идей, понятий, но на уровне энергии, на уровне тонких, глубинных смыслов, на уровне архетипов. И вот весь монтаж фильма он тоже строился так, чтобы дополнительно выразить послание мастера нам, людям, миру. Вот такой не совсем обычный монтаж для этого фильма оказался оптимальным. И вот прокатывая этот фильм, показывая, рассказывая, он мне не надоел. И примерно через полтора года, то есть где-то вот в середине 2016 года, я стал ощущать внутри себя новые толчки. Новые толчки. И прислушившись, я понял, что мне нужно снять еще два фильма. Сразу два фильма. Когда я рассказал об этом Олесе и Косу, ну, они подумали, наверное, первое, я так думаю, что у Майкова крыша поехала. Сразу два. То есть с одним еле справился, а тут сразу два фильма. Но вот я ничего не мог поделать. Мне казалось, что да, нужно снимать именно два фильма сразу. И первый фильм был прямое продолжение «Танца бесконечности», потому что я наконец-то понял, в 60 лет я наконец-то понял, кто я, в чем моя миссия, и что я делаю на этой земле. Я думал, что я ученый, философ, духовный практик, издатель, ведущий семинаров, преподаватель академических дисциплин в ВУЗе. Но оказалось, что я эволюционер. Я человек, который исследует пути, направления, законы, инструменты развития, препятствия к развитию. И я понял, что именно для этого мне нужен был, пусть и не совсем совершенный, и полный, но личный опыт и в мире духовности, и в мире искусства, и в мире точных наук, и в мире философии, и во всех главных измерениях человеческой жизни. И вот у меня тогда возникло полное и четкое понимание, что такое эволюция, развитие, смыслы, законы эволюции и представление об инструментах эволюции, то есть о знаниях и практиках, которые помогают нам стать реальными. Я понял, что направление нашей эволюции ведет нас к тому, чтобы стать реальными. И на этом пути мы меняемся, мы создаем инструменты эволюции, помогающие нам закрепляться на новых достигнутых уровнях, помогающие нам сохранять внутренние сокровища и накапливать ресурсы и делать следующие шаги. И вот так возник фильм «Инструменты эволюции». То есть вот такое популярное представление, ну не всей полноты этих знаний, но в своей основе главных знаний о том, что это такое. Вот эволюционное видение мира. И я осознал, что то, чем я занимаюсь, это эволюционный кинематограф, потому что это главная тема и танца бесконечности, и инструментов эволюции, и второго фильма, который мы делали параллельно с инструментами эволюции, «Тайна» Карлоса Кастанеда. И это не только дань благодарности великому Карлосу, который настолько сильно помог мне и десяткам миллионов людей в период нашего становления, раскрыл нам глаза на реальность, но это одновременно и мое горячее желание внести ясность вот в тот бардак, который вокруг имени и наследия Кастанеды в мире стал происходить. Вот та путаница, тот гон, тот стеб и колоссальное количество недомыслия и неправды. А мне очень повезло. Во-первых, общаться близко с людьми, которые лично знали Кастанеда, несколько лидеров транспарциональной психологии и психотерапии, а во-вторых, встретиться с несколькими ближайшими учениками Кастанеда. И они согласились дать мне интервью. Тоже большая редкость, потому что, как потом мне они признавали, они никому никогда эти вещи, которые они рассказали мне, не рассказывали. То есть они как-то почувствовали, что я передам их так, как надо, правильно и не воспользуюсь неправильно их откровенностью. Вот так был собран материал про Карлоса Кастанеда. Мы с Олесей и команда ездили в Мексику, снимали там на местах ряд вещей. И там тоже были интересные очень тоже события, переживания, приключения. Ну как же без Мексики снять фильм о Кастанеде? И работа шла параллельно. И это тоже был очень интересный творческий метод, потому что, когда мы уставали и упирались в какие-то стенки при работе над одним фильмом, мы переходили к другому фильму. И Карлос Кастанеда, тайна Карлоса Кастанеда, это о великом духовном путешествии Карлоса, о его раскрытии, о его познании мира, о его взаимоотношениях с Доном Хуаном, о его танце с реальностью. То есть это о духовном героическом путешествии. И вот уже этот фильм тоже имел успех. Он пока не вышел в широкий прокат, потому что там с музыкальным треком, который мы использовали, основанный на музыке мексиканского композитора Хорхе Рейеса, не удалось пока получить права. И вот сейчас мы пишем новую музыку к этому фильму. Может быть, даже лучшую музыку. Оригинальную. Российский композитор один пишет. И вот тогда фильм можно будет... Его не забанит никто уже тогда выпустить в YouTube на широкую публику. так что я считаю, что этот фильм тоже стал очень интересным шагом. И Олеся вот точно так же, как она была и музой, и таким главным драйвером и движущей силой первого проекта «Танец бесконечности». Она столь же активна и самоотвержена и очень поэтично работала над этими фильмами. Там сложная комплексная работа, потому что многомерный полифонический монтаж, чтобы передать, выразить, скоординировать, держать во внутреннем пространстве эти тысячи фрагментов и оттенков, чтобы то, что увидел зритель, вызывало нокаут, то есть производило нужный художественный энергетический эффект, чтобы это оставило настоящее и верное впечатление. И я вот в процессе сотрудничества с Олесей и отчасти с Косом, он в большей степени как такой советник был, не включался глубоко в проект, я понял, насколько важна команда вот для таких эволюционных и тонких проектов. А также я понял, что я все-таки мужчина и вот в таких серьезных творческих проектах нам, мужчинам, необходима женщина, которая совершенно по-своему видит мир и вот те тонкости, те нюансы, я их, когда они проявлены, восхищаюсь и вижу, но сам произвести их не могу. Поэтому, Олеся, громадная-громадная благодарность вот за художественное проявление разворачивания и вот эту тонкую ткань, которая во всех этих фильмах присутствует. вот и Олеся это полноправный со-режиссер, конечно, и в первых фильмах. Она очень скромно отнекивается, отказывается от своей роли и поэтому она только как со-автор сценария и там главный монтажер, человек, который подбирает там иллюстративный материал, но это реально со-режиссер. И вот в 2019 году я как раз начал работу уже над фильмом «Сад душ» об Орвидасе, о потрясающей усадьбе в Литве, в местечке Салантей. И я впервые там оказался в 1996 году литовские друзья привезли. Я был совершенно потрясен и поражен. Я мало что тогда понимал, как я сейчас вижу, но было очень сильное переживание такой реальности настоящего, необычного, просто исцеляющего, такого ресурсного. И уже тогда у меня есть там документальные фильмы, вы видите эти кадры 1996 года и финальные версии фильма, которые скоро будете смотреть. Но тогда я еще не думал, что из всего этого получится фильм. Я тогда еще не знал, что я стану кинорежиссером, поэтому просто снимал для себя. Я несколько раз был в этой усадьбе и вот наконец в 2019 году я пригласил Олесю работать над этим проектом. И мы начали работу над этим проектом. Мы даже приготовили такой предварительный такой обзорный сценарий. Я там написал и был даже такой предварительный трейлер сделан этого фильма. Но дальше этого не пошло. И для этого есть много причин. Во-первых, наверное, самая главная, я думаю, причина, вот сущностная причина, это это то, что я тогда не до конца понимал, что такое сад душ Виллиса Орвидаса. Не понимал до конца. Я восторгался, я смотрел, я чувствовал, но не понимал и не мог выразить словами, не мог подарить это знание другим людям, передать, в том числе и в виде фильма. И поэтому я интуитивно ощущал, что фильму не хватает чего-то очень-очень важного. Вот в любом фильме эволюционном должна быть такая послание настоящее, глубиннейшее послание. А вот в этом фильме, как он был в 2019 году, этого глубиннейшего послания пока еще не было. То есть был рассказ о подвиге, о великом необычном человеке, очень много экзотичного, высокоискусства, но не было вот этого месседжа, которое откликнулось бы во всех людях. Второе, ну, не было тогда у меня достаточного количества хороших съемок в саду душ, статуи, которые делал и всевозможного рода инсталляций, которые Вилли Сорвидас там соорудил. Ну, было очень мало. И для фильма нужно было, конечно, совсем другое. И нужно было съездить в Литву с хорошим оператором, и вот тогда можно было бы уже и монтировать. Ну, третье, конечно, не было денег. Это всегда бич некоммерческого кинематографа, потому что без денег сложно. Все-таки нужен хороший оператор, хорошие камеры. И если сам я работаю бесплатно, то всем остальным профессионалам, которые на это живут, нужно платить. Пусть даже по дружеским ценам, но нужно платить. Потому что у них нет другого источника зарабатывания. И поэтому пока вот спонсоры помогают с таким стартом фильма проходит какое-то время. и, конечно, очень важный фактор. Олеся вышла замуж, у нее родился первый ребенок, а сейчас уже второй. И, конечно же, это самое главное событие в жизни юной мамы. И это тоже большую часть ресурсов полагается отдавать, конечно, детям. Особенно в ранние годы жизни. То есть в этой ситуации, конечно, фильм был отложен. а дальше СВО и большие сложности с поездками. Большие сложности с поездками в недружественное государство Литву. Моя жена Литовка, у нее литовский паспорт, русский вид на жительство. И какие-то ходы были. И поэтому мы с трудом большим, но все-таки съездили туда в 2022 году и объездили все места. Я встретился с теми людьми, которые лично знали Виллиса Орвидаса и имели отношение к этой истории. Ряд очень известных искусствоведов и потенциальных героев фильма отказались давать интервью. Ну, потому что политическая ситуация изменилась и, возможно, ну, они предполагали, что участие в качестве героев в фильме русского режиссера будет политникорректно для настоящего литовца и патриота. Поэтому, к сожалению, вот некоторые потенциально интересные и важные кадры не состоялись для этого фильма. Но, тем не менее, несмотря ни на что, с помощью в основном камеры Black Magic, которой я снимал статичные сцены и в ночное время, и палочкой-выручалочкой DJI Osmo Pocket, тогда версия 2, я снял достаточно много материала. И в том числе были такие проходки и рассказы в зале, которые потом были блестяще смонтированы, оформлены, и придали вот фильму такой жизненный сок. Вот, с этим материалом мы вернулись, и я, когда материал был уже готов, опять созвонился с Олесей и с Косом и сказал, ну что, ребята, давайте Кос и Лу взяли у меня большое интервью об Орвидосе и захотели из этого сделать одну из программ, таких, несколько программ на тему искусства у них есть, в их знаменитом Пути Сердца, канале Ютюбе, где свыше ста программ с разными героями. И вот здесь я запостовал, у нас был некоторый творческий кризис, потому что я считал, что это должен быть фильм, послание, а не просто говорящие головы с маленькими иллюстрациями, то есть совсем другое. нас это взаимодействие уже более плотное тоже научило учиться друг у друга, искать компромиссные решения, которые превосходят любое из решений, которое было у нас по отдельности. И вот так вот мы пришли к нынешней версии этого фильма в результате вот такого сотрудничества, очень ценного, плодотворного, которое нас всех тоже очень многому научило, в том числе гибкости, внимательному вслушиванию, пониманию сути дела. И я очень рад, что Кос очень активно включился в ценнейшие идеи, и он привлек невероятного совершенно композитора и звукорежиссера Артема Демидова, который создал такое музыкальное пространство, чем-то напоминающим пространство в Солярисе Эдуарда Артемьева, вот в мир сада душ, открывающие двери. Это был вот и мой запрос, чтобы все в фильме художественный язык помогало зрителю войти в этот мир, потому что только тогда, когда мы вошли в этот мир Орвидеса, мы можем пережить то, что я, как говорящая голова там, раскрываю. Вот так вот рождался этот фильм, и вы будете сегодня смотреть почти законченную версию, там еще это практически готовый финальный вариант, еще будет некоторые недочеты убраны, мелкие недочеты, но в основном это вот уже готовый вариант, и в плане художественном там будут, может быть, некоторые дополнительные находки, Кос не успокаивается, и нашел еще несколько очень интересных вариантов, так что не исключено, что что-то еще очень-очень-очень новое и интересное в фильме появится, помогающее войти в мир Орвидеса. И фильм этот многослойен, конечно, то есть с одной стороны в нем раскрываются многочисленные линии судьбы, которые привели к созданию сада душ, или сада жизни, как называл его сам Виллис Орвидес. С другой стороны, это фильм об арт-терапии, о целительной силе великого искусства, но также этот фильм это провокация, конечно, он заостренно, объемно и заостренно показывает вот ту ловушку, в которую мы все попали, и в которой в наибольшей степени оказалась вот та половина человечества, которая принадлежит к монотеистическим религиям, то есть к христианству и исламу. Ну и поскольку христиане первыми завоевали мировой рынок, то они оказали, конечно, подавляющее гипнотическое воздействие и на другие мировые религии, не монотеистические, на китайские дасизмы конвуцианства, на индуизм и на буддизм, то есть тоже в значительной степени деформировали и изменили содержание. И вот этот фильм, этот также фильм о той колоссальной проблеме, которую мы пока, мы, человечество, не в состоянии решить никакими обычными путями. потому что вот все обычные пути уже не работают, давно уже не работают, и они только закабаляют нас вот в этой глобальной проблеме невидения, неведения, непонимания, слепоты, эгоизма, и любые пути, решения, которые мы пытаемся найти, они всего лишь усиливают те тенденции и те клетки, в которых мы уже живем. Как эта ситуация проявляется вот в нашей духовной или эволюционной жизни? Вот у нас замечательный фестиваль эволюция. Да, сколько потрясающих мастеров и спикеров, сколько невероятно ярких глаз среди участников, вот эта вовлеченность, живое и абсолютный интерес. Но этого мало. Мало интереса, мало исследований, мало вот таких ежегодных конференций, онлайн конференций по эволюции или интегральных фестивалей, которые также проводит Антон, потому что уже поздно, уже поздно что-то делать, потому что все, что мы делаем, все, что мы исследуем, лишь закрепляет ту ситуацию невидения слепоты и вот этого медийного рабства, в которой мы все живем. И вот фильм исследует эту ситуацию, вот колоссальной трагедии, в которой мы все оказались благодаря незавершенному переходу, до конца незавершенному переходу от язычества к мировым религиям. На примере христианства, я напомню, это означает, что в интегральном подходе блестяще доказано, что при правильном полноценном развитии все содержание, все смыслы предшествующего эволюционного уровня становятся частью нового, более высокого эволюционного уровня. Они в полном контакте со всеми носителями, со всеми содержаниями, со всеми смыслами нового уровня. Они не изолированы. Полная доступность, контакт и включенность. Так оно и было. Первые 40 тысяч лет эволюции хомо-сапиенса на планете Земля. Первые 50 тысяч лет, извините, 40 тысяч лет шаманизма и 10 тысяч лет язычества. Но затем при переходе к следующему, на самом деле более высокому, ресурсно более высокому эволюционному уровню, связанному с абсолютом. Это четыре главные мировые религии. Монотеистические религии, это иудаизм, христианство и ислам, политоистические религии, главным представителем которых является индуизм. Это религии потока, даосиизм и религии, такие как буддизм, связанные с абсолютом как пустотой, как ничто. Четыре класса мировых религий в полноте, в сумме, передающими, образующими тетралемы, передающие всю полноту путей к абсолюту. Но в силу очень сложных, вторичных причин, связанных с историей Европы, с историей Великой Римской Империи, которая после нашей эры начала все больше и больше подвергаться нашествию варваров с разных сторон, разрушаться. Она уже не могла держать это пространство прежними инструментами. И вот, наконец, император Константин в 353 году или 2-м сделал христианство государственной религией. Христианство в это время было одной из сотен сект на территории Европы. Оно не было великой мировой религией. Оно стало мировой религией тогда, когда по указу императора Константина она стала государственной религией самой большой империи мира, Великой Римской Империи. Но до этого оно было великим духовным путем. Первозданные христианцы, почитайте, отцов неразделенной церкви, добротолюбие, например, когда не было еще католичества и православия. Это великий духовный путь, это великая, потому что мы здесь, в чем суть мировых религий, мы открыли в себе абсолют. И мировые религии это карты и навигаторы пути к абсолюту, к раскрытию, достижению, реализации абсолюта, который мы можем найти в себе, но он везде. Но через себя мы его открываем и реализуем. Вот в чем суть великих мировых религий. Это действительно новый этап эволюции, но в силу очень сложной ситуации мы оказались в ловушке, потому что первое император Константин сделал государство инструментом, сделал крестьянцы инструментом власти, потому что варвары кругом, язычники, мы христиане, варвары и варварство наши враги, в том числе и наше прежнее варварское состояние. И вот поначалу в ситуации вынужденной обороны с варварами, варварством и варварской идеологией христианство стало приобретать несвойственные изначально ему черты инструмента власти, инструмента светского порядка, нормализации, подавления. И это большая трагедия, конечно, для христианства и для ислама, который в значительной степени основан на христианстве. И через несколько столетий, как мы знаем, Рим все равно был разрушен варварами. Император Константин успел еще перенести столицу Великой Римской империи в Константинополь. И там сохранилась изначальное христианство, восточное христианство, но Рим был отстроен и там было восстановлено христианство, которое стало уже неотрывным от государственности, от власти, от богатства, от поддержания порядка. И власть Папы Римского стояла в том, что назначал королей в государствах, венчал, назначал, без его соизволения не происходило ни одного важнейшего события в средневековой Европе. Вот так произошло дальнейшее расхождение двух ветвей христианства внутри самого христианства и восточного, и западного. Постепенно, век за веком, формировало все более и более негативное отношение к языческому и шаманскому прошлому, которое, в конце концов, приобрело демонические черты и полностью оказалось заблокированным. Тем самым, был окончательно нарушен порядок перехода к более высокому уровню, потому что все содержание предшествующих 50 тысяч лет эволюции было заблокировано. В течение этих 50 лет, напомню, чему мы научились. Мы стали в шаманскую эпоху всеволновыми приемниками. Шаманизм это вселенной духов. Шаман помогал, сам выходил и помогал жителям племени выходить в эту вселенную, в расширительное состояние сознания, общаться со всеми духами. В языческое время мы научились общаться с высшими существами, которых в Древней Греции было больше тысячи, высших существ, богов и полубогов. То есть, мы стали всеволновыми приемниками. Наши нейросети, наш мозг тоже эволюционировали за десятки тысяч лет для того, чтобы поддерживать эти свойства, быть всеволновыми приемниками. И обрушение этого дара, заблокирование этого дара в результате вот этой нелепой истории с христианством, когда не использовались невероятные возможности первоначального христианства, мистического христианства, гностического христианства, в этих источниках оно сохранилось. И произошло огосударствование, превращение его также в один из инструментов власти. И как результат, поскольку нам запрещено быть всеволновыми приемниками, но поскольку за 50 тысяч лет мы ими являемся, но уже нам не позволено принимать сигналы со всего мира. да мы стали настраиваться только на одну избранную правильную христианскую волну, а все остальное это грех, язычество и демонизм. И вот так создалась гигантская общечеловеческая тень. То есть сигналы, неправильные сигналы, которые мы все равно воспринимали в своей жизни, мы стали проецировать на других людей, на других народов, на других сторонников других религий, на другие страны и континенты. Вот так постепенно появилось наше современное обкоцанное внутреннее пространство. И шаг туда, шаг назад, это кругом влево и право дьявольское преисподнение. Вот как сформировалась за несколько сотен лет современная структура внутреннего мира. А вместе с ней, поскольку у нас возникло маленькое внутреннее пространство, в отличие от безграничного пространства, которым мы были во времена шаманизма и язычества, возникла проблема роста, развития, эволюции, и к этому также тесно примыкает проблема безумия и творчества. Потому что выход за границы знакомого это что-то такое безумное, связанное с демонизмом, расширение роста, это страшно. Вот так произошла ситуация самоблокирования. И как только это случилось, сразу же человечество, конечно же, стало искать пути разблокировки, пути преодоления с древнейших времен, с гностических времен, сектантских времен, тайные течения, колдуны, ведуны и так далее во всех странах мира, традиции, которые карались, их сжигали, представители этих традиций, уничтожали всеми возможными способами любые сведения о том, что противоречит главной магистральной идеологической линии человечества. И вот по сути дела весь мировой трансперсональный проект, который вот мы с профессором Козловым описали в двухтомнике трансперсональный проект, это и есть попытка найти пути исцеления, возвращения своей связи со всей человеческой историей, возвращения всех ресурсов, того, что отброшено. И вот вся трансперсональная современная психология, интегральный проект, это тоже варианты контакта со всей историей, со всеми ресурсами. Главное содержание российской философской мысли, которая называется русская идея, она происходит от Николая Федорова, который впервые доказал необходимость воскрешения всех предков, да, то есть восстановление связи со всем человечеством. Это тоже великий проект возвращения и воссоединения. Кстати, Россия в этом выгодно отличается от всех стран мира, абсолютно от всех стран мира. Вот только у нас есть такое наиболее полное проявление этой силы воссобрании и восстановлении, потому что Россия на протяжении тысячелетий была гигантским алхимическим котлом, в котором взаимодействовали все мировые религии, все великие пути к совершенству. Шаманизм, российское язычество, на Западе католицизм и протестантизм, с югу суфизм и все версии ислама, даосизм, буддизм, то есть вот родственная связь глубинная с индуизмом. Древние славяны стали ариями, когда они 3000 лет до нашей эры достигли центральной Индии. язык, который они принесли, стал санскритом. То есть вот Россия уникальное место. И я думаю, что наверное потому, что мы россияне создатели этого фильма нам и удалось вот это понять и выразить. Вот только тогда, когда где-то пару лет назад я наконец-то понял вот то, что я вам сказал, вот ту ловушку, в которой мы оказались, я наконец-то понял и смысл, великий смысл сада душ. То, что сделал Вилюс Орвидас. Вот его подарок человечеству, его уникальный путь спасения Земли, ненасильственный абсолютно, через создание целительного пространства, через красоту, через атмосферу, в которой люди могут жить, трудиться, создавать артистические перформансы, рисовать картины, там туда, например, студенты художественных школ приезжают и тренируются. И вот мы и попытались вот в нашей финальной версии фильма и выразить не только красоту этого места, не только путь личной жизни, путь Орвида к созданию сада душ, многочисленной линии, связанной с особенностью, с его уникальной судьбой, но и вот тот главный смысл, который наконец-то я понял, как автор фильма, да, вот о чем это на самом деле и насколько это может быть важно и ценно для человечества. Это, конечно, невозможно скопировать, да, это место уникально, но если мы понимаем суть и смысл того, что сделал Орвидас, мы можем это сделать в любом своем деле, в своем деле жизни, воспользоваться этим насущностным уровнем. Вот о чем этот фильм и вот почему он столь провокативен. Олесенька, пожалуйста, скажи, что ты хотела сказать о нашем сотрудничестве, о фильмах, как для тебя все это проходило. Добрый вечер еще раз. И на самом деле вы настолько все объемлечи рассказали и про фильмы, и вообще про нашу историю, что очень красивая реперспектива таких 10 лет получилась. И на самом деле, что хочется добавить, это что недавно получилось посмотреть фильм как мне кажется глазами зрителя. И на самом деле это очень сложно. Обычно, когда ты слушаешь кино, глазами зрителя ты можешь посмотреть уже спустя какое-то время. когда уже там забылось какой был тяжелый путь без сонной ночи монтажа. И тогда это забывается, только тогда ты можешь открыто посмотреть. А здесь получилось так, что на этапе, когда подключился звукорежиссер, композитор, он создал просто добавил невероятную музыкальную атмосферу, которая до конца связала все происходящее. И меня на самом деле исключает процесс рождения кино в принципе, и процесс, который мы прошли от начала, это видно исходники, когда Володя просто рассказывает какую-то историю. Потом это видно в подтверждениях, например, я не знаю, можно раздавать интригу перед тем, как люди смотрели или нет, когда рассказывать историю, что ему помогло в момент этой трудности, и мы понимаем, что там был человек, а есть ли этот человек сейчас, а можно ли его найти? И помогают друзья, помогают обстоятельства, этот человек находится, и вот он становится героем фильма, и добавляется еще такая-то огромная обширная картинная фильм, потом в какой-то момент Лу получился так, Лу берет интервью, у Владимира, и я смотрю на это, я понимаю, что это настолько красиво, действительно, сочетание вот этого мужского-женского, когда случается перевертость, когда Лу перестает быть интервьюером, Володя становится интервьюером, а Лу становится творцом, который просто транслирует силу своего творчества, через то, где она черпает вдохновение, вот эта связь с бесконечностью, связь с степенью. В какой-то момент, ну не знаю, по музыке у меня, конечно, дикий восторг, потому что, вот вроде стояла, у нас была музыка, великого композитора, червенеца, она очень красиво стояла, ну и мы смотрим фильм, и кажется, что да, все уместно, все хорошо. Потом Артем, когда встречается в фильме, начинает писать музыку, и как-то меняет настроение, привносит каждым героем что-то свое, протягивает какие-то ниточки, и получается такая удивительная магия, и ты чувствуешь, вот сейчас это заработало, то есть в этот момент это перестает просто быть красивым в фильмах, а начинается вот действительно какое-то погружение, вот и связь это с бесконечностью, и мы как-то протягиваем руки вот в своей реальной стеркви. И меня искренне восхищает, на самом деле, что его история рассказана через Володю, через ваше отношение, через ваше посещение, через вот это состояние, которое вы там пережили, потому что это очень ценно узнать о творце через другого творца, и в этом тоже присутствует какая-то вот такая вот нить, какая-то что-то что закручивает и что-то что сбавляет какой-то жизни, реальности и вообще восхищение вот о том происходящее. Удивительный, на самом деле, процесс на автокоммуникации, потому что действительно очень часто в кино понятные роли у всех, например, есть режиссер, есть целый режиссер, есть монтажер и есть какая-то строгая и рапка. У нас на этом фильме есть, я вот, извините, без ложной скромности скажу, но очень сильные творцы, каждый со своим ярко выраженным мнением, своим видением и своим желанием сделать по-своему. И при этом это так красиво, как когда мы даже сталкиваемся с этой ситуацией, как мы выходим из них и выходим с каким-то действительно третьим решением, которое сначала казалось бы, что его нет. И это, мне кажется, что здесь это тоже возможно благодаря тому, что все люди и каждый часть процесса, и каждый космос, чтобы процесс родился, чтобы фильм родился, да, не разрушить что-то, не доказать что-то, что мы вот сейчас сделаем по-своему, а действительно сойтись и создать вот что-то такое целостное, красивое. И на самом деле огромная цена для меня лично, что мы говорим правду. Это и всех фильмов касается, которые мы уже создали, это касается и проектов «Сердца», там 114 фильмов сейчас на канале, по секрету скажу, что еще 16 производств, но на самом деле все эти фильмы действительно объединяют искреннее желание рассказать правду, и возможно это благодаря связи с людьми, связи с людьми, которые знали Органского, которые были с ним в контакте, члены его семьи, люди, которые с ним общались, там, люди, которые были в этом саде и тоже пережили, там, что-то такое, что не переживали до этого. Вот, и во всем этом какая-то прекрасная ценность, прекрасное какое-то полетение, что хочется просто уже показать вам этот фильм и больше не томить. Спасибо, Олесь. Кост с нами, Кость, скажи, ты слушал немножко меня там, Олесю? Привет, привет всем. Привет. Как слышно? Отлично. Привет. Слушайте, я, да, у меня получилось залететь ненадолго, у нас плюс 4 часа в Таиланде, я нахожусь сейчас, и чуть-чуть вторую часть уже рассказ послышал. Я, знаете, я хочу сказать, что, да, действительно интересно, как как твется реальность, я не знаю, я вижу, помните, этот эффект Манделлы, когда каждый немножко какую-то свою, видимо, реальность проживает, потому что в моих глазах эти истории по-другому, выглядели немного по-другому, но, знаете, честно говоря, мы давно стали одной семьей творческой, мы Володю очень любим, это когда-то лет, наверное, уже 20 назад я пришел к Володе прочитав как книжку «Игру Грофа», и он меня как-то подкрыло так взял, и, в общем-то, мы тогда начали дружить, и потом на глазах Володи создавалась наша студия, потом в какой-то момент появилась Олеся, потом в какой-то момент мы снимали, я помню, в десятом, кажется, в году, да, Володь, у нас был трансперсональный конгресс, большой, 17-й, и в тот момент еще никто тогда вообще не подозревал даже, во что это будет выливаться, просто мы как-то, Володь нас пригласил как съемочную команду поснимать мастеров, и мы просто снимали, и у нас, мы думали, что это огромный ящик, такой долгий, может быть, когда-нибудь что-то из этого будет сделано, но это просто много лет лежало, пока однажды Володя уже, когда Олеся приехал к нам в студию, Володя пришел и говорит, давайте что-нибудь с этим сделаем, тогда еще даже понятия не имели, что это будут фильмы, и мы пытались найти решение как огромный просто талмуд, огромные тонны материала, как, что из этого можно сотворить, и мы помним еще, как у нас режиссеры монтажа отказывались от участия, директора отказывались, которых мы ставили на проект, что, блин, как в этом разобраться, что-то слишком сложно, слишком долго, а еще и денег нет. Я помню это время, и мне, я помню точно, что для меня было очень важно помочь дорогому другу, учителю, проводнику, но как-то просто не хотелось Володю оставлять в этом океане, вот, и как раз Олеся только приехала из Азии, Олеся много лет жила в Азии тогда, в Днаме работала, и вот мы только начинали сотрудничество, и вот решили попробовать друг друга все на этом огромном материале, на этом огромном проекте, и в итоге родился тогда «Танец бесконечности», где Олеся и Володя классно танцевали «Танец бесконечности» вместе, я помню, что я, моя роль была там сопровождать продюсерски, помочь, чтобы это все состоялось, и вот, знаете, спустя вот эти годы, вот, в этом проекте про этого литовского скульптора вдруг как-то появился импульс быть в со-режиссуре, вместе создать. Причем я помню, как Володя первый раз когда постучался и сказал «Слушай, давай что-нибудь придумаем», и есть такой скульптор, и вот его работы, а я смотрю его работы и понимаю, что что-то меня не штырят они почему-то, извините за это мой этот, почему-то не цепляют, что такое, ну, а он же как бы скульптор-примитивист, то есть его, для меня его работы, ну, когда у нас есть великие античные Греки, у которых там уже давит и невероятное созвояние искусства, когда вся Индия наполнена какими-то шедеврами, а тут я не понимаю, в чем фишка-то, где вот здесь произведение искусства, а Володя говорит, что да нет, тут в другом история, это все, вы сами сейчас, друзья, не будут спорить, все сами посмотрите, но поначалу у нас как-то не состоялся разговор, потом Володя спустя год так упорно «Слушай, посмотри презентацию, вот есть презентация, а вот выступление на каком-то мероприятии, посмотри, как было выступление, послушай». Я сейчас думаю так, Володя так вот прямо стучится с этим проектом, у меня вопрос главный, а Володя, кто этот человек для тебя? Это какой-то твой друг, родственник, учитель, почему ты так хочешь про, в принципе, для меня не очень такого яркого, проявленного художника, вот, а потом вдруг состоялся момент такой, я послушал все, что мне давал Володя, я просто подумал, что все внимательно смотрю, ослушаю, и почему-то что-то там промелькнуло, зацепило. И дальше вот мы начали думать, как это можно сделать. И появилась идея, что окей, давай, тогда мы включаемся всей команды, если это будет в рамках сотрудничества с проектом «Путь сердца», потому что у нас как раз есть рубрика «Путь творца», где мы экспериментируем вот это вот явление, что такое «быть» внутри архетипа «творец», проживать. И вот этот ход у нас появился, что если Володь? Окей, но вот Орвидас, он, например, у меня он раскрывается только через тебя. Тогда давай попробуем, что мы тебя раскрываем, а ты раскрываешь Орвидаса, и в контексте трансперсонального взгляда, и твоего опыта жизненного, потому что это ты вот такой ключик к этому явлению. И вот знаете, когда мы пришли снимать, честно сказать, вот Олеся говорит про перевертыш, а знаете, какая-то перевертыш, возьми. А так, что мы, раз мы говорим всем про провокационные моменты, давайте еще я тоже дам смелость здесь, Володь, если ты не возражаешь, мы с Володей на площадке поссорились, надо сказать. Ну, прямо не то, что мы прям поссорились, мы никогда не ссорились, но не поняли мы друг друга, потому что сидеть и раскрывать эту тему. И вот мы вдруг не поняли, я помню, что я такой киплю и в моей реальности, Володь, конечно, прости, я вот про Эфект Манделла не просто так начал говорить, в моей реальности было так, что я тебе говорю, Володь, слушай, я так не люблю говорящую голову в чистом виде, но никто не будет смотреть в чистом виде говорящую голову, это должно быть кино, это должно быть со художественными решениями, и мы с тобой об этом годами говорим, что ты очень любишь большой объем мудрецов, какие бы они мудрые мудрецы бы не были, но если не будет живого кино, то это вообще не сработает, действие, я помню, что у нас на этой почве начинают закручиваться разные художественные какие-то недопонимания, и в итоге у нас приходит решение, окей, тогда давай мудрец будет, прямо сейчас, лук, как раз здесь нужна энергия шахти, здесь нужно красивое какое-то наполнение, вот лук появляется как раз, привет, блестящее решение, сейчас складывается, а потом у нас, знаете, действительно происходит эта провиденческая часть, когда все одно, другое, третье решение, смотрим, и вдруг понимаем, что нет, никуда это не покатит, такая история с начала 90-х годов, давайте что-то с этим придумаем, давайте все переделаем, давайте не будем сейчас в сроке каких-то придерживаться, давайте искать решение, как мы эту историю оживим сейчас, и вот у нас дальше я думаю, что мы начинаем друг друга слышать, я прям помню, был переломный момент, и вот это для меня особенная красота и магия, когда внутри команды мы вдруг начинаем не соглашаться друг с другом, но устремляемся друг к другу навстречу, и дальше, вот знаете, вот красиво мы все спаялись и полетели вместе плечом к плечу, несмотря на то, что мы все понемножку упираемся где-то, но сейчас я чувствую, что мы научились классно друг друга слышать, это действительно, я считаю, что это редкость вообще в кино, когда три режиссера, которые просто с каждой со своей планы привносят эту жизнь ткань, и в общем, я сейчас считаю, что это один из таких объектов гордости, я жду, когда этот фильм пройдет свой фестивальный период, и потом мы его представим для зрителей «Пути сердца», и еще мне хочется сказать, что, ребята, это не премьера, вот я честно хочу сказать, что это вы как раз все подглядываете замочную скважину, и в этом тоже есть своя красота, потому что, как Володя сказал, что хост дотошно там продолжает что-то придумывать, и это правда, друзья, я вот только сегодня понял, что у нас достаточно серьезная работа предстоит сейчас еще с графиком Алексом, с которым мы уже начали работать, вот, но я вот сегодня хотел успеть послушать, что вы тут обсуждаете, мне очень интересно, спасибо большое, спасибо, спасибо, дорогой, спасибо, Лу, ну что, друзья, час, 23 минуты длится фильм, вперед, тогда выключаем запись, Артем, как мы договаривались, и переходим к просмотру, одну минуту выводим, кстати, пока одну минуту настраивается, Антон, привет, дорогой, спасибо тебе, ты как всегда цветы создаешь премьер-мятые, вновь встретились, спасибо, 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 сейчас еще проверка, одну минуту, Антон, мы же смотрим, потом еще остаемся, экран нормальный, нормальный, да, занимает все поле, экран нормальный, да, да, и я включаю, если там нормальный звук, ничего не говори, если звук ненормальный, то тогда что-нибудь там скорректировать, я там все, все, что нужно правильно поставил, секунду, я еще, да, Владимир, я еще проверяю, здесь включаю все остальное, потом всем также выключу звук, вот, включился у нас раз, ну, ну, и после фильма мы ответим на ваши вопросы, Владимир, я отключил у всех участников звук, и у вас в том числе, но все готово к записи, включить микрофон, почувствовать, как возникал замысел у Юлиса Орвежеса, как возникало предчувствие того, какие души... Теперь вы узнали, по крайней мере, об одном удивительном человеке, подвижнике, герое, да, которого не понимает даже в его родной стране, и который практически не известен никому в этом мире, но который своей жизнью и своим творчеством передал невероятно важное послание человечеству, ну, я так считаю, по крайней мере, это мы постарались показать в фильме. Пожалуйста, если есть вопросы, суждения... огромное. Прямо что вы говорили в начале, то, что звук режиссивор, или как звук операции, добавил какое-то новое измерение в фильм, это действительно так, прям какой-то шедевр, который вводит в какое-то состояние с первых минут, вот, прям отличное. Благодарю. Да, Артем сделал шедевр музыкальный, конечно, он помог войти в этот мир. Да, пожалуйста, Аля. А, я вижу, что есть поднятая рука, Александр, пожалуйста, да, Александр, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это потрясающее, совершенно невероятное впечатление, которое проявило на меня этот фильм, и ваши комментарии, мир какой-то с такой любовью, с таким воодушевлением, энтузиазмом, так поэтично, так глубоко, ценностно. У меня, честно говоря, я не знаком с авторами этого фильма, этим чудом каким-то природным, из камня, из души сделанным, душой сделанным. Просто невероятно. И сегодня произошло очень интересное внутреннее такое переживание, ощущение по поводу язычества и нашего христианства, которое как бы косе в него возникшее и отвергающее и отрицающее его. А в тот момент, когда я ознакомился с трудами Сергея Николаевича Лазарева, я тоже говорил о законах его здания, о его чувствовании, об этой полевой саморегуляции, и мне не укладывалось в голове, почему вот эту природу, которую мы в принципе из которой мы вышли, с которой мы взаимодействуем, с которой должны жить и дружить и чувствовать и общаться с ней, и это должно быть естественно, почему мы должны это презирать, отрицать, быть выше, и мне это никак не укладывалось. И наконец-то, благодаря вам, все стало на своих местах. И мне такая благодать сейчас от этого, такая благодарность от того, что вот это противоречие внутреннее исчезло, растворилось, как-то, синтегрировалось. Просто преклоняюсь, восхищаюсь и благодарю от души за соприкосновение с этим. Спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Ну, мы же знаем, что, как психотерапевты, что если у клиента есть проблема с папой, с мамой, с бабушкой, с дедушкой, то это номер один камень, по которому он спотыкается в своей жизни. Это будет проявляться абсолютно во всем. Ведь недаром Георгий Иванович Гурджиев в свой Институт гармонического развития человека брал только тех учеников, которые были хорошими людьми, то есть у которых не было никаких проблем с ближайшими родственниками, прежде всего с папами и с мамами. И это вот аналог ситуации в антогенезе человечества. Если мы не в контакте со своими родителями языческими и с дедушками шаманскими, то в нашей семье будут нарастать беспорядок и неполадки. Спасибо большое всем участникам, всем, кто посмотрел фильм. Может быть, есть еще какие-то отзывы. Если хотите поделиться, вот вижу, Игорь поднял руку. Нам нужно сказать. Спасибо. У меня вопрос. Там где-то по середине фильма мужчина, который был другом Орведеса. Он говорит такой фразы, что без Виллиса Орведеса это все не работает. И Владимир Макроф отвечает, что он был ключом. Вы могли бы пояснить, почему не работает или почему он так говорит? Леонид Бажанов был другом Виллиса Орведеса. Он в Москве живет. Это профессор Вышки. Ну и в мире искусства он известен как основатель Института современного искусства на Якиманке. То есть очень уважаемый, очень авторитетный, известный специалист по современному искусству. И он как раз вот в 70-80-е годы там часто бывал в этой усадьбе, дружил с Виллисом и даже снял фильм «Хутор». Фрагмент из этого фильма я показываю. То есть он знал очень хорошо этот мир. И он описывает свое впечатление, что вот он впервые, когда появился там, он увидел это настоящее. Он увидел, что масштаб жизни, творчества Орвидеса рядоположен. Но это нельзя другим великим творцам. Но это нельзя копировать. Как нельзя по принципу копипаст копировать никакого мастера. Это не поддается, потому что источник мастерства в бесконечном изначальном состоянии каждого из нас. Да. Можно возродить в себе творца, мастера, открыть, но скопировать нельзя. Поэтому Виллис Орвидес не может быть примером для подражания. То есть нельзя по этому примеру что-то сделать похожее. Это будет плагиат, это будет несущностно, потому что Виллис, я в фильме пытался это тоже рассказать, он был движен совсем другим, он искал, он чувствовал дух времени, он каждый миг был живым и жил в мгновении, он настраивался, он был сам этим совершенным приемником всех сигналов в сложнейшей ситуации и идеологической католичества. И отсутствие образования, он даже среднюю школу не закончил, и никакого художественного образования у него не было вообще, он просто был потомственной скульптором надгробий. То есть это его жизненный горизонт максимальный, это служба советской армии в Советском Союзе, в русскоязычной части, вот там он выучил хорошо русский язык, там познакомился с каким-то большим миром, но то, что он делал, это героическая жизнь, не героическое путешествие. Это нельзя скопировать. Но на сущностном уровне, если мы это понимаем, о чем это, в фильме мы пытались это передать, мы можем на своих жизненных путях это притворять, воплощать, восстанавливать связь времен предков и так далее. То есть вот такое великое воссобрание жизни производить теми способами, которые нам наиболее кажутся для нас подходящими, творческими, где больше силы, энергии лично для нас. Но на сущностном уровне он рядоположен другим великим воссоединителям жизни. Маргарита, можно включаться, пожалуйста. Да, благодарю Владимиру и всю команду. Очень такое удовлетворенное, вдохновленное состояние. хочу сказать глубину трепетой благодарности, что вы еще больше вдохновили на расширение этих идей и о позже движем этим идеям детства и единства и восстановлении связей и творчества и творческих подходов в последствии в бизнесе, о чем я писала, депритацию и она на какое-то время обижала. в последнее время все больше и сейчас вообще такой диктый момент, я думаю, что я могу сделать еще, что могу делать еще лучше. Как вы вначале уже сказали перед фильмом, мало людей и мне тоже очень хочется, чтобы об этом в таких процессах участвовали больше людей, чтобы было больше таких мест или фестивалей и хочу сказать, что в целом созвучии с вами и была бы рада и со творчеством и помогать и тоже со своей стороны этим живу, помогать творческим коллективам и общим такие места волшебные. Конечно, хочется их открывать теперь в таком месте и для себя продолжать открывать другие места. Будет интересно посмотреть другие наши работы очень в целом поддерживают большую благодарность и аплодируют. Громадное спасибо. Кстати, Маргарит, вот прошлый фестиваль эволюции нас очень сильно поддержал. И Антон Апарин как главная движущая сила фестиваля 25% дохода фестиваля передал как раз фонд фирмы. Это нам очень и очень помогло в тот период продолжить работу. И здесь еще присутствовало несколько людей, которые помогали на таких очень важных критических этапах. Потому что ни Кос, ни я, ни тем более Олеся, мы не бизнесмены. То есть мы за свой труд в пути сердца Кос и Олесе или я как преподавателя зарабатываем на жизнь. Но фильм на эти деньги не снимешь. Это уже другие расходы. поэтому мы очень сильно зависим от помощи, от поддержки тех людей, которым это не безразлично, которые хотели бы, чтобы это продолжалось. И помощь может быть в разной форме, как сотрудничество, как помощь, там много разных возможностей взаимодействия. Например, у Косов в Пути сердца и так далее. так что мы очень благодарны и за поддержку, и за добрые слова, потому что это тоже очень важно. Намерение. Потому что может быть нет финансовых возможностей поддержки или возможностей других ресурсов, но намерение и искреннее желание помочь создает поле, в котором случаются эти события. Там другой человек, у которого много денег, он вдруг почему-то взял и помогает. С поля сложилось. Спасибо. Спасибо. А можно я это подавление вот этого спрошу? Вы так все видите, и вот как вы считаете, вы сказали, нужно больше в фестивале, может продолжить эту мысль, как вы думаете, что необходим миру, чего не хватает, помимо того, что финансовая поддержка, конечно, может быть, вот я из этого слышу, ага, приучение спонсоров, например, если я сама не могу, но какие еще не для меня, а для всех, чего не хватает, я услышу, кто-то еще услышит, и может быть, это будет тоже очень важным, запускающим. Самое главное это точное знание, то есть большая карта реальности, современная, потому что многие старые карты реальности и путей к нему, например, связанные с мировыми религиями, не работают в наше время. Ну, просто не работают. Во-первых, потому что они были созданы для других культур, и в нашей христианской культуре с оборванными связями, с шаманизмом, язычеством они уже не актуальны. Например, нам очень сложно, нам, людям христианского культурно-цивилизационного проекта или исламского, другого монотеистического, очень сложно, очень сложно на самом деле воспринимать, что на самом деле транслируется через такие проекты, как даосский или индийский, или буддийский. И наше видение фасеточное, искаженное и уже изначально сектантское. Вот этих больших других цивилизационных проектов, оно слишком заумное, интеллектуальное, поэтому вот нам очень важно, во-первых, продолжать усилия вот через такие конференции, через другие формы, к прояснению, к точному, ясному знанию, новым современным картам, вот та работа, которая интегральный проект с Кеном Вилдером и наше российское интегральное движение. Второе, нужны, конечно же, практики. Практики, практики ежедневные. Какого-то двух-трех семинаров в год очень мало. Этого не нужны обязательно ежедневные практики, работы с энергией, работами со смыслами, с глубинами, постижения архетипов и практики работа с самыми глубокими травмами и ранами типа холотропного дыхания, которые вот на таком уровне только и способны работать и дать нам доступ вот к главному эволюционному ключу к развитию решения проблем, который символизируется у Грофа травмой рождения четырьмя базовыми перинатальными матрицами. Я раскрывал в другой своей беседе что-то здесь на самом деле. Какой смысл? Вот и конечно же я думаю, что чем больше людей, особенно людей, которые уже имеют такое хорошее рычаги воздействия и управления жизнью и миром, чем больше людей придет к такому широкому пониманию и личному опыту, тем больше шансов на то, что мы решим невероятно сложные проблемы, в которых мы все оказались. Мое видение очень трагично ситуации. Пока я не вижу таких решающих тенденций к тому, что человечество может спастись. И поэтому я вот изо всех сил кричу везде, используя все возможности для того, чтобы вот что-то успеть. И у меня еще десяток фильмов, потому что через фильмы, которые я надеюсь снять на другие важнейшие темы, потому что через фильмы ну проще всего передать важнейшие вещи, достучаться, нежели через семинары, через книги и так далее. Вот примерно так. Благодарю абсолютно согласна. Да, очень важная беседа. Я вот понимаю, что чтобы такие фильмы осмысливать и делать доступным, да, то есть людям тоже нужны какие-то и навыки, широкие, в общем, целая-целая-целая сеть раскладывается. То есть и обучение, и просвещение, верное донесение новых карт реальности, если вас верно слышу, продолжать, производить. И я еще верю, конечно, в развитие личных навыков творчества людского, потому что им тогда будет проще видеть и стремиться к таким фильмам и воспринимать их, вот какой-то такой коннект. В общем, будет так, пусть, да. Потому что я, тоже написав свою диссертацию, очень грустила по событиям, которые происходили последние 10 лет. И мне очень ценно видеть, что вы так активно этим занимаетесь. Я благодарю за этот фестиваль. Еще раз и вас, и Антона, и всех причастных. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Владимир, за ваш вклад. Хочется тоже поблагодарить. Почувствовала, вообще, что бы мы без вас делали. Такой вы большой сделали вклад в развитие вообще всей трактор-самонной культуры, а столько принесли в русскоязычную среду, знаний, которых было бы так широко и распространенно известно без вашего такого вклада. Да, не появились. Я просто занимался любимым делом, как и все. То есть, по большому счету, эгоисты есть человек ограниченный, но просто повезло познакомиться с интересными людьми и быть привратником их идей в Россию, издавать книги, семинары организовать, конференции. Собственно говоря, вот и все. Спасибо большое, что все сделали, до нас продолжаете делать. Хочется еще пару буквально зачитать. Благодарности очень много есть в чате. Напишет такой труд всех, спасибо, что сделали это видимым до слез. Благодарю, брал всей команде, очень вдохновляющий сам автор ваш взгляд на него, большая благодарность, словно побывала там. Интересная особая тема связь времен, творчество, как инструмент для мира живых, где время жизни устаряется, а ценности духовные не появляются. Спасибо, много смысла, стоит присмотреть в честь. Усокий смысл и воодушевляющий путь, пример того, как можно многое сделать в этой жизни, деликатная и проникновенная Кимира Божьей. Спасибо. Спасибо, Аля. Спасибо, Антон. Спасибо все участники. Вот после завершения фестивальной истории мы сейчас фильм переведем на английский язык и постараемся показать на знаковых фестивалях, чтобы дать шанс фильму этому распространиться. Даже бесплатно. Это абсолютно неважно. Главное, чтобы вот он... И мы, конечно же, выложим во все возможные сети здесь, и если вы поможете как-то, знакомя людей, указывая на выложенный фильм, это будет, ну, я думаю, что такой замечательной работой по помощи через фильм знакомства и люди дальше будут искать и уже будут идти к первоисточникам, к практикам, к знаниям, к нашим ежегодным конференциям знаковым. Так что я думаю, мы на верном пути эволюционным, мы эволюционеры, развиваемся и возникнет эффект синергии, и у нас есть шанс. Владимир, благодарю за эту возможность, напоминаю премьерный показ, как видите, и специально для фестиваля эволюция Владимир каждый год старается показывать из своих фильмов и как-то дозревают фильмы четвертый фестиваль эволюции и четвертый ваш фильм мы видим. В следующем году ждем уже пятый и так далее. Ну, такой, конечно, классный темп, я предполагаю. Но посмотрим, может быть не исключено сценариев много, если появятся ресурсы продюсера подкиньте мне такого хорошего, тогда хоть каждый год по несколько фильмов будем делать. Запускаем во вселенную приглашение продюсера приобщиться с великой эволюционной работе. Спасибо. Спасибо. Друзья, давайте мы по традиции включим камеры и микрофоны и поблагодарим вместе голосом. Спасибо. Владимир, это просто было божественно. Спасибо. Великая благодарность Владимир. Задовися очень здорово. Спасибо. 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 Вас, Владимир и все ваша команда удалось создать такой живой фильм, живой, где передана душа сама Орвидоса и этого пространства. Спасибо вам большое. Очень наполняющее. возвращение к истокам. Я думаю, что это послужит ресурсом для многих. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. Спасибо эволюционеру. Ну что ж, отдыхаем. Заслуженный отдых. У Антона уже ночь глубокая, я смотрю. И завтра встречаемся на фестивале на следующем дне. Друзья, мы с вами уже больше 12 часов сегодня в эфире. У нас еще впереди два... в эфире. в эфире. В эфире.